Витя Золотов, глава, он называется директор, он директор, запятая, главнокомандующий Росгвардии. Интересно, на самом деле, забавно, что по закону она вообще-то называется нацгвардия. А Росгвардия это какая-то, вот как я вначале говорил, самопровозглашенный лидер оппозиции, так и них. Росгвардия вообще там нигде не написано, это она нацгвардия. Просто и на Украине тоже нацгвардия, и поэтому в такой российской политической легенде есть некие каратели из украинской нацгвардии, а в России нацгвардии нет, в России Росгвардия. На самом деле она называется нацгвардия тоже. Но вот этот вот Виктор Золотов, бывший охранник Путина, вообще откуда мы о нем узнали? Это просто, почему этот Витя мой такой любимый? Потому что вся его история и история его политического становления, она даже и круче, чем у Путина. Мы этого самого Витю первый раз увидели, Витю, который сейчас занимается тем, что митинги разгоняет, мы его увидели на самой настоящей, несанкционированной демонстрации. На самом деле так, вот посмотрите, вот этот вот паренек, который, так, для меня этот угол правый, для вас, наверное, кто смотрит экран, это левый, ну короче, который выше всех стоит, это охранник Ельцина тогда, Виктор Золотов. Он стоит, по-моему, на танке во время несанкционированного сборища экстремистов, потому что некое такое ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, учрежденный всякими министрами Советского Союза, он законное правительство. Но, тем не менее, и вот они уж вышли туда, организовали, как сейчас бы сказали, в проклятых 90-х несанкционированное сборище, фактически свергли власть в Советском Союзе. А сейчас эти ребята, этот Золотов, вот он, ну не то, что там на 360 градусов, а не то, что там переобулся в воздухе, они вот так вот кубарем катились, меняя свои политические взгляды каждую секунду. И каждую секунду говорят какие-то новые вещи. И вот с этого танка, и из охраны человека, который организовал самые успешные несанкционированные мероприятия в новой истории России, он превратился, значит, в такого генерала с золотыми погонами, который нам тут рассказывает про то, как он будет соблюдать конституционный порядок, как он не позволит несанкционированных сборищ. А самое главное, превратился в фантастически богатого человека, просто буквально фантастически богатого человека, и его доход официально, вы можете зайти, у него доход там сколько, в 2016 году 6,5 миллионов рублей, это чуть больше, чем у меня, у меня, по-моему, 5 последней декларации, да, ну то есть немало, в общем. А у него 6,5 тоже немало, но одновременно с этим мы делали расследование, можете посмотреть на нас, у его дочери 500 метров, мне даже сложно это проговорить, 500 метровая квартира. Он сам себе забрал дачу, которая раньше принадлежала Микояну, легендарному наркому советских времен, который, ну то есть, который был очень долго при многих советских правительствах, сами понимаете, за все эти годы в руководстве СССР, ну, тоже получил себе некое лакомое местечко. Оно было государственное, эта дача не доставила саму собственность, а сейчас зато в собственность она досталась вот этому удивительному генералу. И его доход, ну, настолько не соответствует его расходам, его уровню жизни, уровню жизни его родственников, что мне даже доказывать ничего не надо. Знаете, как вот журналисты говорят, мы не можем там обвинить, нужен факт-чек, а для меня это и есть факт-чек. Когда я вижу, что у человека имущество, ну, по нашей оценке мы посчитали, на 700 миллионов рублей, а доход его 6,5 миллионов рублей, ну, так это и есть для меня факт-чек. Ну, я поэтому и говорю, да, я считаю его коррупционером. Нет ни одного рационального объяснения, где он взял деньги. И это же даже не просто какой-то чиновник, там, знаете, там, министр сельского хозяйства, глава Нацгвардии, Росгвардии, как угодно. Это человек из спецслужб, который стоит на охране некого порядка и олицетворяет собой, значит, этот порядок. И порядок в России заключается в том, что какого-то хмыря, который, естественно, не занимался никаким бизнесом, всю жизнь сидит на нашей шее и получает деньги от налоговых плательщиков. Имущество вдруг оказалось на 700 миллионов рублей. И сегодня мы выпустили, да, расследование о том, которое во многом объясняет, а где вот Золотов взял эти деньги. Там много кто мог их взять, но я не думаю, что это могло пройти без ведома Золотова. Давайте этот ролик примерно 11 минут, но мы посмотрим полторы минуты из нашего ролика нарезку, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Еще год назад продукты закупались у разных поставщиков в зависимости от региона. А потом начальство смекнуло, да это же здоровый кусок, наделил фирму Мясокомбинат Дружба Народов эксклюзивным правом поставлять продукты для Росгвардии без каких-то конкурсов и конкуренций. Но почему-то собственником этого предприятия через цепочку компаний оказывается бывший офицер внутренних войск Кантемиров Борис Заурбекович. Кантемиров непосредственный подчиненный Виктора Золотова, руководителя Росгвардии. Росгвардия закупает оптом, миллиардами контрактами продукты дороже, чем они стоят в магазине в розницу в Москве. Капуста. Самый ад у нас происходит с капустой, потому что здесь она стоит, смотрите, 14 рублей 89 копеек. А вот он покупает ее по 46. Фруктовый сок. В магазине он стоит 76 рублей за литр, а они его покупают за 87. Одно я знаю точно. Это не те люди, вас обкрадывают, которых вы бьете дубинками и тащите в автозаки. Это не те люди, кто на митинги ходят, зарабатывают на том, что вы едите худшее мясо за большие деньги. И когда вы задерживаете митингующих, вы сами делаете так, чтобы и дальше ваше начальство окрало деньги даже на вашей еде. Когда ко мне пришли ребята из нашего распила и сказали, слушай, мы нашли контракт, и Росгвардия как-то начала покупать продукты сильно дороже, чем в прошлом году. Ну, я подумал, ну, окей, там, наверное, инфляция, плюс украли там процентов 10-15, ну, может, 30. Говорят, давайте посмотрим. Они говорят, нет, Алексей, не 30 процентов они накинули и украли. Ты не поверишь, ну, типа, вот они в прошлом году, в ноябре прошлого года покупали там лук за 16, а сейчас начали покупать за 60. И я так просто для смеха им говорю, ха-ха, наверняка они еще и дороже, чем в магазине продается. Типа пошутил, на что они говорят, да, они покупают миллиардными контрактами и гигантскими оптовыми партиями дороже, чем эти продукты покупаются в магазине. Ну, собственно говоря, я в ролике и показал. И, конечно, ну, слушайте, понятно, что коррупция везде. Ну, какая же наглость и очевидность. Это же много людей знает, да. Вот Росгвардия, 340 тысяч человек, там, бухгалтерия одна, небось, человек 500. Вот прикрепленные какие-нибудь ФСБшники, 200 человек у них, какие-то внутри службы, там, внутреннего контроля, их там проверяют какие-то люди. И вот были документы, и приносили это в эту бухгалтерию, или там, в какой-то сметный отдел. Вот эти вот бумажки. И сидят люди, ну, там, женщины-бухгалтерши, вот их 30 человек в кабинете. Им говорят, ну, вот мы решили покупать лук в 4 раза дороже. И, ну, эта женщина же тоже покупает лук в магазине, она понимает, что сейчас вот ей нужно будет подписать. И это дороже, чем в магазине. Она отлично понимает, что из вот этих там 2,5 миллиардов, чуть меньше, миллиард минимум украдут. Ну, подписала. Там, наверное, мужу своему рассказала. Представляешь, наши-то миллиард сперли на закупках продовольствия. И все эти ФСБшники знают, и все остальные знают. Ну, и как-то, вот, знаете, смотрят в стол, пожимают плечами. Или, чертова знает, как это у них происходит на практике. Ну, потому что, ну, схема-то вообще дикая. Медведев подписал. Это, кстати говоря, наша промашка. Мы забыли указать в нашем расследовании. Очень важный факт. И Би-Би-Си сегодня напомнила об этом. Секретное распоряжение правительства, секретное, понимаете, государственная тайна о том, что какой-то конторе Никанора дают закупки всего продовольствия для Росгвардии. И через одну эту фирму все покупается в три раза дороже. Господи, такие простые схемы. Наверное, даже в 90-х не воровали так, очевидно. И сейчас, конечно, у меня, ну, много кто задает такой, типа, прямой вопрос. Вот ты в ролике говоришь, что украли либо Золотов, либо Медведев, либо Путин, либо они в каких-то комбинациях. Ну, а сам ты как считаешь, что кто главный там схематозник, а кто больше всего утащил? Отвечаю прямо, считаю, что Медведев. Я считаю, по совокупности доказательствам, не все, кстати говоря, мы включили в ролик, там еще пост очень большой. Почитайте. Вот люди, которые делали всю эту схему, они Медведевские, они напрямую связаны. Но, в частности, вот этот вот Кантемиров, бывший сотрудник Росгвардии, ну, бывший сотрудник внутренних войск, из которых сделали Росгвардию, он там был главой архива, что отдельно смешно, глава архива внутренних войск, потом стал таким предпринимателем. Так вот, он работал генеральным директором в разных-разных фирмах, которые принадлежат такому Ваницкому, а этого Ваницкого мы знаем. Он у нас по расследованию «Он вам не Димон» в самом фильме. Его нет, но про объекты с ним связаны. Есть вот в этом огромном тексте, который прилагается к фильму. В частности, помните, такой был там знаменитый дом «Кушалевая безбородка» в Питере? Там вот такие суперквартиры и лифт, который автомобиль привозит прямо в квартиру. И вот медведевские фирмы, они купили этот дом вот именно у этого Ваницкого. Он тоже выпускник Санкт-Петербургского, тогда Ленинградского университета. Ну, то есть, это, конечно, косвенное доказательство, но у нас как-то вся мафия вышла оттуда. И, кроме того, вот этот Кантемиров, который собственник формального мяса, удивительного мясокомбината, он, мало того, он приобретал земли вокруг одного из медведевских объектов, так называемого, маслого такое есть. Это тоже на Рублевке находится, вот в этом нашем большом и долгом Лонгриде есть этот объект. Вот вы сейчас видите пролет над этой деревней Маслова. Мы в фильме его не включали, потому что, ну, как было перегружено. Ну, так вот там штука в том, что он покупал, как бы делал поиск безопасности. Ему принадлежали земли вокруг вот этого дома, вот этого объекта, который принадлежал, как мы считаем, медведевской группе, как мы доказываем, что принадлежат медведевской группе. Мало того, есть даже документ счетной палаты, который что-то там проверял и обнаружил, что вот эти вот замечательные люди, Кантемиров и так далее, они купили это за 15% кадастровой стоимости. Ну, то есть, не просто им это продали. И все это так или иначе связано с медведевым. Медведев подписывает секретное распоряжение. Поэтому лично я, безусловно, считаю, что, конечно, на этом зарабатывает Золотов и на этом зарабатывают медведевские люди. Знает ли об этом Путин? Конечно, Путин об этом знает. Ну, понятное дело, там, какие-то спецслужбы-то в нашей стране сохраняются. Поэтому все одна большая мафия, но вот два человека Золотов и Медведев, и в первую очередь медведевские люди, классно на этом, на всем наживаются. Для нас, ну, это такой важный кейс. Мы очень просим всех, чтобы эту информацию распространили и довели, в первую очередь, там, до этих самых бойцов Росгвардии. Чтобы они, те люди, которым промывают мозги постоянно, те люди, которым рассказывают о том, какие, значит, экстремисты собираются, ну, чтобы они немножко больше понимали про свое начальство. Они, наверное, и так, конечно, понимают, но они же видят все, не слепые, но, ну, господи, они какое-то на мясе для вот этих вот военнослужащих срочной службы зарабатывают. Они реально им повысили, это даже не жирность мяса, а процент соединительной ткани. Вот они раньше покупали мясо, где было 8% соединительной ткани, а сейчас подняли цены на мясо, покупают по более дорогой цене. И там 14% соединительной ткани, ну, то есть это какие-то хрящи, а не дают им реально какое-то мясо, состоящее из каких-то хрящей, которые, ну, которые вот они потом будут вылавливать из своего супа и так вот зубами рвать. И они на этом крадут деньги. И очень хочется, чтобы когда этот военнослужащий вот так вот тянул это мясо зубами, он в этот момент понял, кто экстремист. И кого он на самом деле ненавидит, и кого он хочет огреть дубинкой. Это очень важно, поэтому помогайте нам, пожалуйста, с распространением и донесением этой информации.